Россия призывает Международный суд ООН в Гааге отклонить дело о геноциде, возбужденной Украиной. Слушания начались 18 сентября. США и Иран проводят обмен заключенными по формуле 5 на 5. Кроме того, Вашингтон разблокирует замороженные в Южной Корее иранские активы. Итальянские политики положительно отсоединили визит главы Еврокомиссии на Лампедузу, где сложилась критическая ситуация, но они считают, что пора перейти от слов к делу. Лидеры правых партий Франции и Италии Марин Люпен и Матео Сальвини объявили намерение держаться вместе в преддверии выборов в Европарламент. Представители России в Международном суде в Гааге утверждают, что дело о геноциде, возбужденной Украиной, не имеет юридической основы. Киев подал иск в феврале прошлого года, заявив, что российское вторжение основано на ложных обвинениях в геноциде в восточных регионах Украины. В своем вступительном слове российский адвокат повторил заявление Кремля о так называемых ненацистах и сравнил вторжение в Украину с авиаударом НАТО по Сербии в 1999 году. Украина заявляет, что в геноциде виновна сама Россия, чьи попытки оправдать агрессию переворачивают с ног на голову конвенцию ООН о геноциде от 1948 года, которую ратифицировали и Москва, и Киев. Временным постановлением от марта 2022 года суд обязал Россию прекратить военные действия. Этим юридическим постановлением Москва пренебрегла. Судебные слушания по иску Украины против РФ пройдут международным суде ООН в ГАГе с 18 по 27 сентября. Коллегия международных судей должна принять решение о том, можно ли продолжать дело. Украинские войска заявили об освобождении Клещеевки и Андреевки, сел в нескольких километрах к югу от Бахмута, важных для взятия контроля над ним. В российском Минобороне потерю населенных пунктов пока не подтвердили, но некоторые из так называемых военкоров признают, что Клещеевка и Андреевка оставлены. Другие утверждают, что села находятся в серой зоне и полностью не контролируются ни одной из сторон. Что касается самой Андреевки, населенный пункт находится сейчас, если брать по факту, в серой зоне. Там не имеет возможности закрепиться ни противник, потому что населенный пункт практически уничтожен. Также не имеет возможности закрепиться и наше подразделение, потому что погибнуть там можно, закрепиться и просто для каких-то там реляций информационных, то есть целесообразности на данный момент не фиксируем. Эксперты называют Клещеевку и Андреевку ключами к Бахмуту. На окраине Клещеевки расположены высокие холмы, которые позволяют контролировать как сам Бахмут, так и дорогу на Горловку, по которой в российские войска поступает снабжение. Кроме того, в этом районе проходят железнодорожные пути, ведущие Горловке и Донецку. В Болгарии обнаружили обломки военного беспилотника с прикрепленным к нему предметом, похожим на боеприпас. Они плавали в воде у причала в селе Тюленово, примерно в 60 километрах к северу от Варны и в 30 километрах к югу от границы с Румынией. Сейчас фрагменты дрона изучают болгарские военные. Официальных данных об их происхождении пока нет. Как пишут местные СМИ, предполагается, что беспилотник либо упал с неба, либо его части принесло морем. Ранее в сентябре обломки упавшего дрона три раза находили на северо-востоке Румынии после атаки российской армии на украинские порты в районе Измаила. После того, как болгарские законодатели приняли решение отменить запрет на импорт украинского зерна с 15 сентября, фермеры страны вышли на общенациональную акцию протеста. Утром производители зерновых и их сторонники с помощью агротехники блокировали дороги более чем в 50 местах по всей стране. В их числе автомагистраль Бургас-Варна. К протесту присоединились виноделы, пчеловоды и фермеры, выращивающие фрукты и овощи. Протестующие перекрыли дороги в центральной части Болгарии, несмотря на противодействие со стороны полиции. Дорога к мосту через Дунай на границе с Румынией также была блокирована техникой. Фермеры заявили, что они оскорблены тем, что премьер-министр страны назвал их террористами. Протеста в момента изглежда с искания, които или техния проблем е решен, или с искания, които не могат да бъдат решени по начина по който се иска, защото се слагат срокове, които няма как да се изпълнят. Помимо прекращения импорта зерна из Украины, фермеры требуют от государства дополнительного финансирования. Ожидается, что во вторник протестующие со всей Болгарии соберутся на общенациональную акцию протеста в столице страны Софии. США и Иран договорились об обмене заключенными. Соглашение, работа над которым велась несколько месяцев при посредничестве Катара, включает также размораживание иранских средств на сумму 6 миллиардов долларов. По условиям сделки, пятеро американцев, имеющих двойное гражданство, покинут Тегеран и направятся в столицу Катара, Доху, после чего вылетят в Соединенные Штаты. В США освобождены пятеро иранцев. В США освобождены пятеро иранские средства Катара, Доху, после чего вылетят в Соединенные Штаты. Эколог Марат Тахбас, бизнесмены Сиамак Намази и Эмад Шарги, а также еще двое граждан США, попросивших не разглашать их личности, должны быть освобождены Тегераном в понедельник 18 сентября. Согласно условиям сделки, Катар будет следить за тем, как Иран расходует средства для гарантии того, что деньги потрачены на гуманитарные нужды, например, продукты питания и лекарства, а не на товары, которые подпадают под санкции. Итальянские политики отреагировали на визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Лампедузу со сдержанным оптимизмом. Теперь нужно перейти от слов к делу, заявил лидер фракции партии Форца Италия в парламенте Паоло Боррелли. Эмиграционный поток на островы стран Африки не прекращается. Ситуация невзрывоопасная, она уже взорвалась, говорят в итальянском МИДе. Сопровождавшая фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджо Мелони подчеркнула важность вмешательства ЕС. Я не считаю это так же жестом солидарности Европы против Италии, я считаю это жестом responsabilности Европы против себя, потому что эти конфликты Италии, но также конфликты Европы. По сравнению с 2021 годом, число нелегальных мигрантов, прибывших в Италию, практически утроилось, и существующие структуры не справляются с таким наплывом. Итальянские СМИ напоминают о подписанном в июле меморандуме между ЕС, Италией и Тунисом. По данным газеты Ла Стампа, всплеск нелегальной миграции обусловлен в том числе и тем, что Евросоюз не перевел Тунису 105 миллионов евро на пограничный контроль. Ультраправые Европы объединяются. За год до выборов в Европарламент лидер французской партии и национальное объединение Марин Люпен посетила съезд итальянской лиги, возглавляемой министром инфраструктуры и транспорта Италии Матео Сальвини в Понтиде. Люпен и Сальвини объявили, что выступают единым фронтом и много говорили о миграционной политике. Мы защитим нашим народом против нотата мигратория, сегодня организована. Мы защитим нашим народом, как таки биллантно, как Матео, и这样, как таки билланты, когда он мог сделать его. Мы устроим, как таки билланты, чтобы убедить в миграции. По данным недавнего опроса БФМТВ, Марин Люпен видит следующим президентом Франции более 60% французов, в то время как Лигу Сальвини поддерживают лишь около 7% итальянцев, в разы меньше, чем братьев Италии Джорджи Мелони. Десятки людей, в том числе 26 полицейских, получили ранения во время вспышки насилия на Эритрейском культурном фестивале в Штутгарте. 228 человек арестованы. По версии следствия, столкновения произошли между сторонниками и противниками нынешнего правительства Эритреи. Собрания обеих групп были разрешены одновременно и в одном и том же месте. Власти настаивают, что не было никаких признаков того, что подобные беспорядки могут произойти. Полиция отреагировала быстро и оказалась между двух огней. Стражи порядка подчеркивают, что насилие было в первую очередь направлено эритрейцами друг против друга. Правительство Австрии хочет убедить большее число граждан пересесть на общественный транспорт. И так добиться снижения уровня автомобильных выбросов. Альпийская Республика делает ставку на климатический билет, годовой безлимитной проездной, на все виды общественного транспорта. От городских автобусов до скоростных поездов. Климатикет – это замечательная решение. Я очень часто путешествую Линц-Вену. Это, конечно, огромный результат, потому что вы получите более декоративную декоративу. «Странспорт плачетов» означает для жителей Австрии 3 евро в день. Это бюджетнее, чем оплаты бензина. «Я в Пусть в Нидер-Остерии. Пендель в связи в работе, только в рейтинге, но используется в Вене для других пространствований как Пусты и Роди. » климатический проездной и брать билеты на отдельные виды транспорта по надобности. На работу она может ездить только на машине. Несмотря на то, что австрийцы чаще других въезд путешествуют по железной дороге, в некоторых районах страны, особенно в горах, транспортное сообщение развито слабо. Для этой НПО климатический проездной успех. Уже несколько месяцев подобный абонемент доступен и в Германии, так что климатические билеты явно идут в рост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова